добрый день магазин из техник петербург сегодня у нас на обзоре скат 430 новая модель она поставляет двух сумках здесь лодка здесь все остальные приспособления к лодке померяем размер упаковки лодка в сумке по длине метр пятьдесят пять ширина 75 по высоте в районе 44 сумка для весел и лавок метр сорок на 40 по высоте 10 сейчас посмотрим что в этой сумке у нас в этой сумке у нас идут две лавки два весла ремкомплект ножной насос стандартная комплектация для всех лодок взвесим вес этой сумки сумка весит 15 100 итак на весах у нас сама лодочка чехле вес 73 250 сейчас добавлю вторую сумку с веслами с лавками с насосом вес комплекта 88 300 сейчас будем качать и так накачали лодку скат 430 новая модель двадцать четвертого года долгожданная вот так она выглядит знакомые силуэты принципе все осталось так же как у ската 400 450 изменилась только длина посмотрим с этой стороны задней части у нас здесь хороший большой усиленный транец интерцептор пластиковый abs пластик померяем высоту транса 41 сантиметр под ногу эску как раз отлично толщина транса в районе четырех сантиметров так здесь есть две ручки ребручки под намотку для переноски если с кем-то будете переносить ширина кокпита метр двадцать здесь широкий кокпит отличный большой видно что здесь высокая посадка значит получается 38 сантиметров хорошая посадка высокой интегрированный фальшборд вот он раз по длине кокпита померяем длина кокпита от носовой части до транса триста двадцать шесть сантиметров отлично хороший большой кокпит посадка в носовой части у нас здесь также тридцать восемь сантиметров здесь носовой части также есть три ручки кольца для прицепа рым ручка здесь такая вот и обратите внимание какой хороший киль киль центральный боковые спонсионы для прохождения волны для мягкости и устойчивости то есть она не качается хорошо стоит на воде на фальшбордах есть аварийные клапана вот они автоматически также в передних отсеках и на дне тоже есть клапан можно закрыть браво вский хороший клапан левер здесь вот держаться на фальшбордах ручки уже установлены также есть вот такие вот кармашки вдоль баллонов можно туда что-то положить на молнии сейчас посмотрим что у нас здесь по характеристикам значит грузоподъемность тонна это достаточно очень много отличный результат максимальный мотор 40 лошадиных сил по количеству человек 6 плюс 1 может сюда поместиться вот такая вот необычная лодка и внимание какой большой кокпит вот большая ширина отлично сейчас померяем размер лавок лавки тоже широкие по длине лавка идет метр тридцать пять ширина 30 сантиметров такие вот как столик большие лавки так у нас здесь по отсекам носовая часть вот здесь вот идет первый отсек вот дальше идет второй задняя часть также здесь и фальшборта то есть получается нас баллонах 4 отсека и два фальшборта плюс дно померяем длину лектроса электрос у нас не длину два метра электрос по длине расстояние между лавок примерно в этом положении метр девятнадцать можно разместить здесь дополнительное оборудование сумки столики для эхолота ну и спиннингодержатели то есть есть пространство дополнительно перевернули лодку посмотрим дно дно у нас узнаваемо это тримарам вот такие спонсоны боковые центральный киль здесь у нас броня идет 12 сантиметров стандартная по всей длине по килю по спонсонам и сзади на конусах также есть бронь 12 сантиметров лента если нужно дополнительно мы можем сделать частичную бронь какие-то отдельные участки закрыть либо сделать полное бронирование от привала до привала как ребята мастера сделали частичное бронирование днища лодки скат 430 закрыли уязвимые части закрыли баллоны для того чтобы на прицепе перевозить и закрыли спонсоны центральный вес у лодки прибавился примерно 76 килограмм специально для этих лодок мы разработали изготавливаем публики эво они сантиметровые его материал вот такие вот ромбики прошиты надежные вот мы его застелили сейчас посмотрим он отлично ложится по кокпиту по днищу есть вот вырез такой специальные заходим все отлично коврик будет прекрасно защищать но собирая собирать грязь вот в этих в ромбиках такая защита для дна лично также для данных моделей лодок мы изготавливаем мягкие накладки вот такие вот из поролона внутри поролон сверху материал пвх это комплект он идет сумкой накладка на молнии сумкой здесь один отсек такой вот есть небольшой и второй карман здесь уже такой большой отсек одевается на лавку фиксируется ремнями здесь стягиваете все никуда на не денется надежно сидит мягко комфортно сидеть не устанете вполне очень даже удобно и здесь для пассажиров вот такой вот комплект сейчас померяем длину тросов если консоль у нас будет здесь носовой части вот примерно так стояга с померяем вот этого места получается у нас это рулевой трос идет получается примерно 3 3 7 3 8 метра 3 7 3 8 это 12-13 футов можно такие троса рассмотреть если газ реверс ну вот отсюда идет газ реверс спускается вниз если троса заходят здесь как ямахи то за в принципе также можно 37 38 взять если вот здесь чуть дальше ну там 39 такие вот размеры тросов тимофеев алексей из города великий устюг испытывал лодку с ямахой 9915 по спокойной воде по течению в 1 до 40 километров в час он отметил моментальный выход на глиссер и отличную управляемость при движении против течения и против ветра лодка показывает до 30 километров в час вода неспокойная водка отлично справляется сейчас будем устанавливать тент комби скат 430 вес тента 13 килограмм две сумки носовая и задняя часть размер тента метр шестьдесят на сорок сейчас будем ставить носовую часть так установили носовую часть остекление номер три середина у нас красной боковины серые так как у нас будет якорная лебедка стоять мы сделали вырез вот такой вырез можно немножко прикрыть для удобства открыть и использовать лебедку тент устанавливается на фальш борта ставится упора здесь есть молния на носовой части здесь нужно будет приклеить крепеж и так завершили установку тента комби вот так он выглядит в походном положении здесь у нас окна большие для обзора также сделали дополнительно вот такие окна треугольники можно сделать непрозрачное окно либо прозрачное внизу будет москитная сетка все это фиксируется можно открыть сзади тоже будет у нас москитная сетка на окне здесь вот в этом месте мы установили трак тент его хорошо для него сверху ложится то есть не это не мешает тенту можно зайти вот эту часть мы можем поднять зафиксировать вот здесь если стримешки вот такие вот фиксируете пастекс зафиксировали можно подниматься по трапу забираться внутрь заходите значит здесь в лодке у нас достаточно хорошая высота сижу на лавке удобно головой потолка не касаешься с померяем высоту так от пола у нас получается примерно метр сорок пять комфортно отлично прекрасная защита от дождя от ветра отличная натяжка будет есть доступ к лебедке лебедка у нас на пульте также можно на кнопки нажимать здесь диван будет дистанционное управление еще покажем мы сложили заднюю часть тента комби она ложится вот так вперед вот и как раз попадает на лебедку вполне нормально здесь можно зафиксировать ремнем никуда ничего не денется и вот так вот двигаться с носовым тентом либо можно поставить нас назад опустить вот это будет примерно вот так это на заднюю часть у нас попросили доукомплектовать лодку вот такими сумками сумка большая специально для лодок скат 400 430 450 здесь основной отсек большой вот такой сзади поменьше можно якорь здесь положить сумки цепляются за привальный брус можно за корички зафиксировать хорошая объемная сумка вот такая дальше у нас здесь будет диван в этом месте у нас будет банка лавка под лавкой у нас будет сумка вот такая тоже цвет графит вот бар 24 литра она крепится ну вот при помощи таких липучек есть выходы вот с любой стороны есть выход здесь есть кармашек в этих карманах у нас ручки для переноски есть также карман закрываем здесь будет находиться бак также у нас будет дистанционное управление поставили в этом месте машинка газ реверс однорычажная нейтрали можно подгазовывать прогревать двигатель штурвал консоль поворотное кресло на раме кресло может быть любое там на выбор у нас разные варианты под креслом у нас будет сумочка уже для вещей такая графитовая новые сумки на фальшбортах вот такая новая разработка крепится вот так вот на баллон и на фальшборд вот здесь вот такие ремни есть быстросъемные можно отстегнуть ее снять эти крепления останутся на баллонах или на фальшборте пока мы не приклеивали просто приложили здесь вот такой вот отсек смотрим перегородку можно снять ее можно сделать перегородочку на липучках достаточно большой отсек закрывается и не занимает много места в кокпите то есть какие-то вещи можно разместить на фальшбортах здесь вот специальный такой туннель сделан для интегрированного фальшборта так что если вам понравился вот такой комплект набор мы можем все это сделать для вас будут вопросы пишите звоните нам мы находимся в санкт-петербурге лодки проверяем перед отправкой тюнингу им все он записываем на фото видео для проверки и отправляем в регионы всем пока